Глава пятьдесят первая книги Прока Иеремии Так говорит Господь, вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук и навеличающегося бронею своею, и не щадите юношей его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее. Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Савофа, хотя земля их полна грехами. Перед святым Израилевым Бегите из среды Вавилона и спасайте каждой душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и обезумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем. Возьмите бальзама для раны его, может быть, он и исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа, Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаные. Господь возбудил дух царей Мидийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо, как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О, Ты, живущий при водах великий, изобилующий сокровищами, пришел конец Твой, мера жадности Твоей. Господь Саваоф поклялся самим Собою, истинно говорю, что наполню Тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против Тебя. Он сотворил землю силою Своей, утвердил вселенную мудростью Своей, и разумом Своим распростер небеса. По голосу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом Своим, ибо истукан Его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их очи исчезнут. Не такова, как их доля Якова, ибо Бог Его есть творец всего, и Израиль есть жезл наследия Его, имя Его Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы, и тобою разорял царство. Тобою поражал коня и всадника Его, и тобою поражал колесницу и возницу Его. Тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого, тобою поражал и юноша, и девицу. И тобою поражал пастуха и стадо Его, тобою поражал земледельца и рабочий скот Его, тобою поражал и области начальников, и градоправителей. И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. «Вот я на Тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на Тебя руку мою, и незрину Тебя со скал, и сделаю Тебя горою обгорелою. И не возьмут из Тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. «Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против Него народы, созовите на Него царства арратские, медийские и аскенасские. Поставьте вождя против Него, наведите коней, как страшную саранчу, вооружите против Него народы, царей медий, области начальников Ее и всех градоправителей Ее, и всю землю, подвластную Ей. Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю Вавилонскую пустынею без жителей. Перестали сражаться сильные Вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех сторон. И броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем, еще немного, и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполняя чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так, говорит Господь, вот я вступлюсь в Твое дело и отмщу за Тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудой развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием безжителей, как львы зарыкают все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир, и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклане, как овнов с козлами. Как взят Сесах и завоевана слава всей земли, как сделался Вавилон ужасом между народами. Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделали с пустыми, землею сухою степью, землею, где не живет ни один человек, и где не проходит сын человеческий. И посещу вилла Вавилон, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждой душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие. Властелин восстанет на властелина. Посему вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него. И восторжествует над Вавилоном небо и земля, и все, что на них. Ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство, бесчестье покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище Дома Господня. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые. Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской, ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их, ибо придет на него на Вавилон опустошитель, и взяты будут ротоборцы его, сокрушены будут луки их, ибо Господь Бог воздаст воздаяние. И напою допьяна князей его и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудется, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Так, говорит Господь Саваоф, толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сирайи, сыну Нирии, сыну Моосеи, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекию, царем иудейским, четвертый год его царствования, Сирайя был главным постельничей. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон. Все эти речи написаны на Вавилон. И сказал Иеремия Сирайи, когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все, все сии речи, и скажи, Господи, ты изрек о мести этом, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной пустыней. И когда окончишь чтение этой книги, привяжи к ней камень и брось ее в средину Ефрата, и скажи, так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут. Досели речи Иеремии.